Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник, 3 октября. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшняя торговая сессия с вами проведу я. Давайте посмотрим за ключевыми событиями, которые на сегодняшний день есть на финансовом рынке. Самая важная новость, на которую стоит обратить внимание, это новость, которая выходит в 20-30 по времени GMT, запасы от Американского института нефти. На текущий момент времени мы видим со вчерашнего дня по нефтемарке Brent, по нефтемарке WTI коррекцию. Так или иначе, мы ожидаем, что эта коррекция временная перед дальнейшим ростом. Учитывая тот факт, что нефть сейчас в мире находится в большом дефиците, плюс ко всему Россия и Саудовская Аравия по последним данным увеличили свой импорт. Есть ожидание того, что нефть будет дальше расти, и в определенном скором будущем мы можем выездить отметку по нефти выше 100 долларов за баррель. Из других интересных событий. Вчера у нас был с вами понедельник, но так или иначе, волатильность на рынке была очень высокая. За вчерашний день индекс доллара вырос с отметки 106 до отметки 106.80, и евро-доллар укрепился ниже отметки 1.05, текущая отметка по евро-доллару 1.04.60. Наши цели обновляются. Теперь мы по евро-доллару ждем новую отметку 1.04. Валютная пара фунт-доллар сейчас котируется на отметке 1.20.65. Наша цель остается прежней, это цель 1.20. И доллар и японская иена. Доллар и японская иена почти подошла к нашей цели к 150, текущая отметка 149.90. Ну, отметка 150 будет достигнута, скорее всего, уже в самое ближайшее время. Напомню, что от отметки 150 мы не начинаем новые продажи. Это наша цель фиксировать здесь позиции на покупку. Новую позицию на покупку мы будем с вами рассматривать уже после того, как цена закрепится выше уровня 150, так как близко к этому уровню есть высокий риск того, что японский регулятор начнет проводить валютные интервенции, на что, в свою очередь, может существенно укрепить курс японской валюты. Из других интересных событий на вчерашний день представитель ФРС Мэстер заявил, что вероятность еще повышения процентной ставки в этом году сохраняется на очень высоком уровне. В целом, подобное же заявление делал господин Пауэлл и другие председатели ФРС. Напомню, что следующее заседание ФРС состоится 1 ноября. На текущий момент времени вероятность повышения процентной ставки составляет 25%. Так или иначе, у нас индекс доллара уже находится в восходящем тренде 12 неделю подряд. Мы ожидаем, что на текущий момент времени нет никаких признаков того, что восходящий тренд будет сломлен. Поэтому ожидаем, что этот тренд еще какое-то время будет продолжаться. Новые цели мы будем с вами обновлять каждый раз, так как на текущий момент времени лучше фиксироваться внутри дня, потому что коррекция на рынках может начаться. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего!